Самая горячая тема сейчас в Ярославле – уборка города. Коммунальщики не всегда успевают за капризами погоды, поэтому многочисленные жалобы ярославцев. О ситуации в областной столице говорим сегодня в программе «На повестке дня». Я Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Мой гость сегодня Ярослав Овчаров – директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Ярослав Владимирович, приветствую. Здравствуйте. Снегопадов настоящих не было, но нареканий на уборку города уже предостаточно. Да, нарекания они, конечно же, есть и они будут в любом случае. Мы их постоянно принимаем по горячим линиям. Это у нас и ДДС работает, диспетчерская служба работает, агентство по муниципальным заказам ЖКХ города Ярославля. Ну и также непосредственно городское спецавтохозяйство также принимаем. Принимают жалобы и уже от количества жалоб и по тем или иным жалобам мы начинаем корректировать уже план работы или в день или в ночь. То есть мы сразу, конечно же, в работу их не можем принимать по одной простой причине, потому что графики по уборке уличной дорожной сети, они формируются заранее, накануне, как правило. И, соответственно, те жалобы, которые поступают у нас в течение дня, мы их отрабатываем или в вечернюю, или в ночную смену, или уже они включаются в план графика работы на следующий день. А много ли жалоб поступает? Насколько активно у нас общество? Ну, общество, да, оно действительно активно. Основной объем жалоб у нас идет и соцсетей в том числе. Если взять, провести некие анализы по городскому спецавтохозяйству, в день, то есть сутки, от 40 до 60 жалоб приходят. Ну и примерно такое же аналогичное количество жалоб приходит еще и в агентство по муниципальному заказу. Ярослав Владимирович, оцените, пожалуйста, работу подрядных организаций. Как вообще, на ваш взгляд, убирается город? Ну, в целом, да, уборка города, конечно же, по сравнению, если взять даже аналогичные периоды 2018 года, да, взять начало 2018 года, конец 2018 года, взять 2019 года, то, в принципе, качество уборки, оно, конечно же, заметно. То есть качество уборки, культура, наверное, производства, то есть техника, она все-таки выходит уже в упорядоченном режиме. То есть у нас в первую очередь мы обрабатываем основные магистрали, там мы выходим на комплексную зачистку и обработку уже улиц, после чего, конечно, расходимся на вторые-третьи категории после обработки. То есть о самом качестве, да, если вернуться к качеству. В этом году качество, конечно же, оно выше. И единственное, что нам помешало в этом году, это погодные условия. Погодные условия, конечно, это постоянные перепады через ноль. Напомню, что в 30-го, как раз таки, декабря у нас начались обильные снегопады, и 31-го этот же снег пришел уже в дождь, в мокрый снег, и в новогоднюю ночь у нас температурный режим уже ушел на минус, и, естественно, заморозки, образование льда. И это такой температурный график, он у нас на всем протяжении новогодних праздников как раз таки и продолжался. Поэтому приходилось возвращаться на те же территории, постоянно обрабатывать искусство. То есть, конечно, это и повлияло немного на то, что не везде, как хотелось бы, и как мы по графикам планировали, отработать те или иные улицы, тот или иной объект. Потому что приходилось возвращаться. Давайте отдельно поговорим о дорогах, магистрали и улице города. Как убираются и как должны убираться? Ну, у нас есть, конечно, действуют ГОСА, первая категория, это от 3 до 12. У нас по категориям идет градация по качеству уборки. От 3 до 12 часов мы должны обработать улицы в зависимости от категории, убрать рыхлый снег и предотвратить образование голодезицы. О второстепенных улицах, если поговорить, у многих ярославцев говорят, что такое ощущение, что техника на второстепенные улицы даже не заходила. Ну, по второстепенным улицам, как я уже ранее сказал, то, что мы в первую очередь обрабатываем первые, вторые категории, потом уже выходим на третьи, четвертые. По вторым, третьим, четвертым категориям работа, конечно, усложнена тем, что это, как правило, маленькие улицы, это, как правило, и частные сектора, в том числе, где у нас не предусмотрены вывозки снега. Там мы производим просто обработку и уже формируем отвалы вдоль обочины по проезжей части. По вторым, третьим категориям улиц, не соглашусь, наверное, потому что мы сам лично проверял, выезжали и в новогодние праздники, отрабатывали как раз совместно с подрядными организациями, контролировали их технику, где она находится, в какое время проходит. Соответственно, данная работа, она ведется и она будет вестись далее. Есть единственное, у нас, конечно, ряд проблем, это припаркованный транспорт. Это, как правило, как раз вторая и третья категория, это не основные магистрали, когда жители оставляют на ночь свои автотранспортные средства на проезжей части, то есть припаркованные. Как здесь справляются, потому что это действительно такая актуальная проблема? Ну, актуальная, да, действительно, актуальная проблема. Мы неоднократно собирались на площадке департамента городского хозяйства и в мэрии города Ярославля по борьбе с припаркованными транспортными средствами. Одно из решений – это временные знаки. Мы совместно с ГИБДД выработали, то есть будем накануне выставлять временные знаки «Парковка, стоянка запрещена» и, соответственно, уже зачищать эту территорию в ночь или в день. Есть данные, какой район убирается лучше, а какой находится в аутсайдерах по уборке? Ну, по аутсайдерам по уборке, то есть, смотрите, если взять подрядные организации в целом, у нас в городе это работает и Яровтодор, это Дзержинский район у нас также, и спецавтохозяйство на всех остальных районах. Это только то, что касаемо уличной дорожной сети. Немножечко потом, чуть позже я вернусь и расскажу, какие территории мы еще тоже убираем. В принципе, основной, конечно же, упор в этом году и в новогодние праздники мы сделали прежде всего это центральная часть города, это у нас Кировские и Ленинские районы и отдельные места массового пребывания людей уже непосредственно по районам. То есть, в принципе, сказать, что какой-то район был убран хуже, какой-то лучше, ну, наверное, практически все были на одном уровне. Был ряд вопросов и некорректная работа по технике в Заволжском районе, ой, извиняюсь, не Заволжском, в Дзержинском районе, да. Там пришлось вмешаться, отработали вместе с подрядной организацией, наладили процесс работы, на сегодняшний день район убирается и контролируется. Ярослав Владимирович, несколько дней назад Вы говорили об усилении спецтехникой. Ее действительно стало больше на улицах? И не экономят ли, на Ваш взгляд, подрядные организации свои ресурсы? Ну, смотрите, подрядные организации экономить свои ресурсы, они не экономят, но, конечно, задел еще есть. У нас есть также, помимо той техники, которая находится у подрядных организаций, у нас еще есть у подрядной привлекаемой организации непосредственно на вывозку снега, то есть мы привлекаем самосвальную технику и погрузочную технику для максимально быстрой отработки по вывозу снега. Это, как правило, у нас вывозка идет в центральной части города в большей степени. И уже по местам массового скопления, пребывания людей, это парки, скверы мы рассматриваем, и осевые линии на основных магистралях также осуществляется вывозка. В новогодние праздники мы действительно отработали той техникой, которая была и числилась у нас в наших подведомственных учреждениях и подрядных организациях. На сегодняшний день дополнительно привлекли уже к работе именно вот эти субподрядные организации, малый бизнес, которые у нас активно работают по вывозке снега из центральной части города. За уборку дворов отвечают управляющие компании. Как они исправляются? Ну, смотрите, вообще в целом, да, как раз хотел вернуться, по уборке города у нас на сегодняшний день порядка 250 единиц техники, это в круглосуточном режиме работают, и порядка 1300 дорожных рабочих. И вот как раз-таки здесь у нас и идет разделение, это уличная дорожная сеть, это у нас парки, скверы и дворовые территории. Дворовые территории это у нас управляющие компании, ТСЖ. Если у нас дом в непосредственном управлении, то сами жители или жители нанимают уже специализированную организацию, они, конечно, да, занимаются, выходят и убирают территорию, внутридомовую, придомовую территорию. Отдельного внимания заслуживают крыши. Да, снег уже начал скапливаться на кровлях, а вот эти перепады температур, минус, плюс способствуют тому, что сход снега с крыши уже появляется. Вот его уже начали очищать? Да, ряд объектов уже при тех снегопадах, которые были и температурных режимах, уже обработка кровли была произведена, то есть снег сбрасывали с крыши. Вообще у нас в целом по городу порядка полутора тысяч объектов, зданий и сооружений, которые находятся, скажем так, в красной зоне по падению снега с кровли. За ними постоянно контролируют и мониторят управляющие компании и непосредственно собственники тех или иных зданий и сооружений. Ярослав Владимирович, давайте вспомним такой трагический случай в прошлом году, когда из-за схода снега с крыши пострадала женщина, серьезно пострадала женщина. Как контролируется сейчас ситуация в городе, чтобы такого не повторилось? Мониторинг производится и управляющими компаниями, и терр-администрациями. Также к этому процессу у нас жилищная инспекция также подключена, и контрольное управление мэрии города Ярославля также контролирует. Мы эти объекты постоянно мониторим. В случае возникновения той или иной угрозы, конечно же, в первую очередь здание огораживается, и увешиваются таблички, что будет осторожны, возможно, падение снежной массы с кровли. И уже начинаем плотно отрабатывать с той или иной управляющей компанией или собственникам здания и сооружения, для того, чтобы они в кратчайшие сроки произвели очистку кровли от снега. Предприятия и организации как следят за уборкой крыши? Они ведь, насколько я понимаю, ответственны за прилегающие территории, в том числе. Уже грозили кому-то штрафами, кого-то штрафовали были? На сегодняшний день еще нет. То есть здесь у вас полное взаимопонимание? Ну да, мы отдельно собирались, как раз и предновогодние праздники проводили большое собрание в мэрии города Ярославля. Собирали все управляющие компании, также привлекали собственников зданий и сооружений, разъясняли, как будем работать в целом, для того, чтобы еще и скоординировать, чтобы не было так, что сегодня мы убираем тротуар, а завтра почистили кровлю, и тот тротуар, который был убран, он опять находится в весь снегу и придется опять возвращаться и вывозить снег. Ну, согласитесь, такое хозяйство большое, здесь говорить можно бесконечно. На ваш взгляд, как сделать так, чтобы механизм работал как часы, чтобы и дворники рано просыпались, и чтобы подрядчики вовремя выходили на дорогу, чтобы ярославцы в конечном счете были довольны? Да, прежде всего, конечно, это планирование, но и личный контроль всех ответственных лиц, которые закреплены за той или иной территорией, конечно, он должен быть ежедневным. Задания выдали, отконтролировали. Только так, наверное, мы сможем действительно достичь тех показателей, которые хотелось бы. Что ж, спасибо большое. Моим гостем был директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. Через несколько минут Наталья Пионова начнет подводить первые информационные итоги дня. Что касается программы на повестке дня, мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Я с вами прощаюсь. До свидания.